Привет всем, вы на канале Санита, меня зовут Настя Бабич и пока Европа разбирается с волной забастовок, мы с вами сегодня поговорим о новых поправках, которые на днях подписал президент Польши Анжей Дуда. Всех украинцев и беженцев и небеженцев этот закон тоже касается. Данные изменения несут с собой как положительные, так и отрицательные нововведения. Поэтому досматривайте это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Вы подписывайтесь на канал, а я рассказываю, начинаем. Итак, 22 марта 2023 года Анжей Дуда подписал поправку к закону об иностранцах. Регламент распространяется, в частности, на возвращение иностранцев, незаконно проживающих в ЕС, в страны их происхождения, то есть на депортации. Кроме того, будет создана упрощенная процедура выдачи польских проездных документов для иностранцев. Поправка также позволит беженцам из Украины загружать дею для своих детей. И, возможно, не сразу, но, слава богу, данный вопрос уже будет урегулирован. Заместитель главы МВД и администрации в Сенате заявил, что, по крайней мере, оба предложения выходят за рамки поправки, но касаются исключительных ситуаций, которая сложилась из-за войны. Как мы видим, изменения несут за собой как положительные, так и отрицательные нововведения. Давайте разбираться. Первое нововведение – это упрощение получения паспорта иностранцам, польского проездного документа. Данная поправка упрощает возможность выдачи, в том числе освобождения от гербового сбора. В новой временной процедуре польского проездного документа иностранцу, имеющему гражданство, определенное в соответствующих положениях. На данный момент речь идет в основном о гражданах Республики Беларусь, которые по той или иной причине не могут получить паспорт своей страны. В настоящее время список стран, граждане которых могут воспользоваться данным нововведением, не утвержден. Поэтому пока нужно ожидать. Второе нововведение – это украинские документы в Мобывателе. Расширяется возможность использования гражданами Украины мобильного приложения Мобывателе. Данная принятая поправка разрешит беженцам из Украины подтянуть в мобильное приложение Мобывателе данные о детях, которые находятся вместе с ними в Польше. Таким образом, эти дети также будут иметь электронный документ, который будет для них разрешением на проживание и пересечение границ. До этого времени данный вопрос был не урегулирован. Чтобы воспользоваться данной возможностью, ребенок, данные которого будут подтягиваться в мобильное приложение, должен иметь номер ПЭСЭЛ, а в реестре рядом должен быть указан номер ПЭСЭЛ родителя либо опекуна. Дела по некоторым ВНЖ передаются пограничникам. Полномочия начальника департамента по делам иностранцев передаются главному коменданту пограничной службы. Теперь именно он будет принимать решение по таким делам. Выдачи и замены вида на жительство иностранцу, получившего вид на жительство по гуманитарным причинам. Выдачи и замены разрешения на допустимое пребывание. Предоставление и отзыв вида на жительство по гуманитарным причинам и допустимое пребывание. Принуждение иностранца к возвращению. Продление срока добровольного выезда и снятия запрета на повторный въезд. выдворение и отмена решения о выдворении гражданина с или члена семьи не входящего в ес сокращение срока на апелляцию срок апелляции сокращается до 7 дней по картам по быту связанных с гуманитарным или толерантным пребыванием их выдача и аннулирование а также по делам о добровольном возвращении высылки иностранцев и оплате за данные процедуры обратите ваше внимание срок апелляции сокращается до 7 дней только по тем делам которые на данный момент будет вести пограничная служба на остальные карты по быту полученные по работе по бизнесу по воссоединению семьи это не влияет сокращение срока на добровольный выезд из польши до сих пор если иностранец получал обязательства по немедленному выезду из польши то он должен был это сделать в срок от 15 до 30 дней данная поправка предполагает что данный срок будет сокращен до 8 дней после вручения данного обязательства это означает что в некоторых случаях у иностранца будет меньше недели для того чтобы ознакомиться с содержанием получить юридическую помощь и подать апелляцию а теперь внимание апелляция по решению о депортации больше не является основанием для пребывания раньше иностранца который получил решение о депортации но при этом подал в суд для того чтобы оспорить данное решение не могли выслать из страны до принятия решения как вы поняли на данный момент эта норма отменяется теперь решение покинуть польшу остается в силе а апелляция будет рассматриваться без участия иностранца ну либо с каким-то его представителем либо он должен запрашивать специальную визу для участия в процессе запрет на въезд до 10 лет большого количества людей может коснуться увеличение срока запрета на въезд если ранее максимальный срок запрета на въезд составлял пять лет то на данный момент он увеличивается до 10 лет основанием для максимального запрета является угроза национальной безопасности либо обороне а также подозрения в шпионаже терроризме и всему такому когда данные поправки вступят в силу большинство поправок вступят в силу через 14 дней после его официального опубликования на момент записи видео данные поправки не опубликованы если их опубликуют я дам вам знать это вся информация которой я сегодня хотел бы поделиться с вами не забывайте подписываться на канал оставляйте свои реакции и комментарии делитесь этим видео своих социальных сетях и пока